привет друзья привет наташенька покажись пожалуйста всем что ты вернулась в белоруссии была и приехала в москву по наташа наша кузьмина книгу закончила скоро издастся и все мы будем радоваться и белоруссии будут радоваться и читать эту книгу везде очень интересно сейчас как раз она пишет как ты там пишешь что какие бы я три вопроса задал бы инопланетянина ну конечно я сразу сказал наташи что я сейчас расскажу но задавал бы вопросы мы же ищем в космосе инопланетные существа братьев по разуму ну конечно не ниже нас по уровню выше чтобы так сказать они ответили на вопросы на которые мы сами ответить не можем например я бы знать какие вопросы задал если все-таки на самом деле телепатия или нет потому что тайная надежда что есть и сам бы ответил ну конечно нет потому что если бы телепатия была зачем бы создался язык второй вопрос я бы задал энергию можно получать прямо вот так как тесла получал прямо там но так чтобы не взорваться думал себя от лаборатории как я детстве когда занимался химией взорвался руки там все прочее да можно ли из эфира прям получать чтобы недра наши так сказать не превращать не нарушать экологию тогда а третий вопрос я бы задал я бы задал вопрос о том как у вас там с личными отношениями потому что мне кажется эти три вопроса они вечны они вечные и сколько бы не развивалась человечество эти три вопроса будут вечны и особенно вот этот а личных отношений но если например у вас там брак семьи там брак там или там нравственно морально можно так сказать изменять друг другу или там ну как вообще ну как вообще ну или как это бывает что человек ищет в одном так сказать общение доброты и другом красоты и в третьем там ищет критичности в четвертом ищет еще чего-то и так становится у него судьба и не может быть как говорил далалама все в одном стакане поэтому у людей такая судьба но бы инопланетяне мне бы отвечал на самом деле я же сам собой со своим подсознанием разговариваю и вот я точно так же когда общаюсь с вами и со всеми и главная ошибка общения то что мы разговариваем с кем-то на самом деле говорим сами собой потому что нам кажется я уже говорил об этом писал об этом нам кажется что твой собеседник знаете как ты понимаете как ты смотрит на вещи как ты а уже не ты и ты ошибаешься поэтому надо понимать потому что мы разговариваем больше сами с собой и поэтому понятнее формулировать вопросы когда пишите мы же не живем голова в друг у друга как я сказал вам раньше свой форизм понятнее пишите комменты вопросы потому что мы готовимся к мозговому шторму чтобы решать вопросы волнующие всех и каждого и вот один такой вопрос мне уже поступил недавно ко мне позвонили на видео мне сказали такую вещь я про вас ключ знаю уже лет десять но у меня ничего не получалось потом какой-то человек нашелся который сказал это же не физкультура там нужно делать синхронизирующие упражнение яга сделала синхронизирующие упражнения у меня сразу получилась такая легкость отпустила я понимаю теперь как это делать спасибо тому отличному человеку который мне подсказал что это не механические упражнения а синхронизирующие его сейчас я вам хочу сказать до мозгового штука что такое синхронизация я вам скажу так как нигде не написано ни в одной книге мира синхронизация это адаптация авто пристройка текущему своему состоянии данный момент когда вы что-то делаете это супер адаптация к самому себе дающая взрывной эффект надавление эффекта освобождение ощущение облегчение которое характерно вот люди пишут и говорят легче стало отпустила вот когда вы нашли синхронизирующий прием отпустила вот это характерно все говорят легче стало вот это это не физкультура это вот такой качественный переход это выход на какое-то новое состояние состояние свободное состояние свободного сознания там нет страхов там нет блоков тут нет зажима свободное состояние создать вот этот переход почему я говорю я сегодня скажу то чего нигде не написано в мире этот переход обычно называют квантовым переходом потому что это попытка говорить научным языком но променили из законов физики из учебников физики слова кванты думаю что они объяснили научным языком нет это на самом деле триггерный переход потому что профессора ладжалова она работала в институте психологии академии наук ссср еще давно она установила что в этот момент происходит такой качественный переход назвала его триггерным потому что у него прибор такой приставка была к электроэнцефалограф и там этот триггерный переход скачкообразный из одного текущего состояния вашего к этому состоянию который называют иногда квантовым она установила на этом электроэнцефалографе что там происходит скачок на уровне сверхмедленных потенциалов мозг смпк профессора ладжал вот она научно уже подошла к этому вопросу так вот я вам сейчас научно скажу научно скажу чего никогда в мире никто не говорил почему наш метод саморегуляции ключ иногда называется синхрометод потому что это упражнение не физические приемы не физические а синхронизирующие и вот часть этого синхрометода ключ в учебнике по физкультуре для 10-11 класса профессора матриева там как раз и синхро гимнастика по методу ключ синхро гимнастика по методу круче и упражнение там все которые делать и хлест там и лыжник и шалтай болтай и другие упражнения должны делаться как синхронизирующие они механические я вам пример такой маленький приведу ко мне друг приезжал из дагестана но очень давно приезжал знаем и знаем твой ключ мы тебя так уважаем все вот я круче знаю я бы на ты сам в жизни когда-нибудь ну знакомые что-то и кажется знаем да он говорит ну чё конечно пробовал я говорю покажи какой у тебя получается стресс-тест ключевой он говорит какой-то стресс-тест я выросушен это даже ключа не знаешь я говорю знаешь ну давай говорю встань он стал я могу ради жироке вот так так говорю сделай кого-то на воду положил прошу у некоторых людей шея зажата особенно он пожилой был может я говорю когда держишь у тебя напряжение они не идут никуда ты вот так вот положено иди положи вот подбор путем перебора принцип ключа вот так положил нашел положение удобно теперь представь что они расходятся и он представляет что они расходятся вот идея и рефлекс движения это ответная реакция организма на образ и вот здесь происходит синхронизация то есть согласование психических процессов и физиологически это на уровне управляемых рефлексов даже такого слова никогда не было это я придумал управляемый рефлекс потому что искажкам к у меня человек кто даже не задумываясь уже скажет рефлексов управляемых не бывает раньше не было это я создал так вот ты же управляешь ты же сам это делаешь что такое рефлекс это автоматическая реакция дневной системы на какую-то ситуацию на какой-то факт но горячий чайник дотронся и раз руку инстинктивно дернул это автомат а здесь ты этот автомат включаешь осознанно то есть ты подбираешь образ который вызовет это движение автоматическое то есть что ты делаешь ты принципом подбора путем перебора подбираешь действие действие синхронное своему текущему состоянию после ты очень нервничаешь у тебя это не пойдет ты не можешь представить себе что руки идут потому что у тебя там суета мысль если спокойно ты можешь представить но ты когда представил что руки пошли они пошли в этот момент напряжение падает у тебя получается вот этот триггерный переход как говорится квантовый переход и ты потом силу тебя такое отпустила легко осталось и вот у него он стоял руки пошли он удивился и это что они пошли яхты ты никогда не пробовал что ли ну короче говоря человек седой был седой ему неудобно но я этот прием не пробовал короче кто не попробует никогда не поймет потому что в книжках читают квантовый переход там еще чего-то непонятно ничего потому что там же меняется состояние сознание возникает сброс напряжения выход на состояние свободного сознания освобождение от нервномышленных зажимов блоков сознания и зажимов внутренних освобождение но буквально там за какое-то мгновение это происходит но людей еще часто почему не получается они все время ждут какого-то освобождения и вот это ожидание перед неизвестность у них наоборот напрягает не надо ничего ждать так вот я вам говорю научно вот это состояние перехода вы сами могли часто наблюдать например когда входите в ритм плавания в ритм бега когда происходит синхронизация частоты повторяемых движений с текущим вашим нервным напряжением вот же вот эта синхронизация когда наступает то есть метод ключ это приемы супер адаптации нервного состояния к вашему текущему момент состояния это супер адаптация и поэтому напряжение падает это очень интересное явление поэтому до мозгового штурма я как раз это все вам рассказываю еще раз хотел повторять что это не физкультура хотя движение там все да и повторяемое движение да но они должны быть синхронные текущему вашему состоянию а там есть закономерности там например частота повторяемых движений должна соответствует уровню текущего напряжения тогда напряжение быстрее падает там еще другое принцип подбора путем перебора этих приемов лично для вас индивидуально развивает кроме того что сброс напряжения развивать креативность ума потому что вы потом другие все вопросы решаете девчонки там много чего происходит интересно поэтому этого мире метода не было никогда но там еще надо знать понятие доза и понятие стадия после действия момент истины и тоже надо знать что такое авто темп как войти в ритм да но что частота повторяемых движений соответствует уровню напряжения что если вы будете быстро делать шалтай болтай шалтай болтай но если это вам нравится это будет синхронизация если вы будете думать что надо делать быстро вам хочется делать медленнее то не будет синхронизации поэтому мы говорим думаю не о том как делать шалтай болтай думай о чем думается ты думаешь о чем думается и происходит авто пристройка снимается напряжение ну очень много чего и есть у нас все на вебинарах открывайте в стрессу сайте стрессу там есть меню магазин и сайте хасая.ру меню магазин и там можно посмотреть сайт заодно если вы посмотрите сайт стрессу это древний сайт у нас там такой архив видеоматериал перейти бесплатно спаритесь и там хасая.ру это более современный сайт там посмотрите тематику очень интересно это и там и там есть меню магазин там вебинары там книги посмотрите вот этим отличается от физкультурных механические движения синхронизирующие приемы и упражнения чем отличается упражнение приемов упражнение более длительные приемы очень короткие можно даже за минуту или за 10 секунд поменять свое состояние но в какую сторону состояние свободы а если вы эту свободу направите от вот что будет состояние поток если направите на подъем штанги поднимите больший вес да даже так поднимите что вы не ожидали ну короче говоря до встречи готовимся к мозговому штурму до встречи друзья